Из Америки в 16.30 традиционные по четвергам заявки на пособие безработицы. Больше сегодня статистики интересной не ожидается и мы начинаем обзор традиции с парой евро-доллар. Вчера мы с вами увидели сначала сильное падение евро, мы дошли до 1.04.53. Говорили мы о том, что можем упасть к 0.498 и где-то в пятницу к 0.462, но вот мы к 0.462 и даже чуть ниже сходили уже вчера. То есть события развивались быстро, потом так же быстро мы выросли. И что здесь происходит? На мой взгляд, здесь у нас происходит после того, как мы упали к 1.04.53, закрытие шортов было и сейчас мы идем вверх и на мой взгляд мы идем к верхней границе флета. Это флета такого на дневном графике, мы в нем уже находимся месяц и верхняя граница это 1.06.69 у нас. Это максимум, который был установлен 14 декабря. Сейчас котировка 1.06.37 и я думаю мы верхнюю границу это увидим, наверное, уже в самое ближайшее время, в самые ближайшие часы и затем, я думаю, где-то в этой отметке у нас будет разворот и мы будем снижаться. Будем опять падать к шестой фигуре и дальше ниже. То есть сейчас я думаю, что мы будем расти либо 1.06.60 мы можем подрасти, либо чуть выше, допустим, 0.6.90. Вот где-то здесь, я думаю, будет остановка, то есть либо мы немножко не дойдем до верхней границы флета, либо мы ее немножко перейдем. И там уже, я думаю, будет разворот и мы будем вновь падать. И если посмотреть, допустим, на причины фундаментальные, то здесь у нас получается, что есть факторы и хорошие, и плохие для евро. Начнем с хороших. Это динамика рынка облигаций. Спред Германии и США сейчас растет и пара также растет. Пара у нас на графике линии красного цвета, спред линии синего цвета. Поэтому сейчас в целом тенденция позитивная. То есть на этом спреде мы как раз и можем подрасти к этой самой верхней границе флета. Если смотреть на плохие причины для евро, это то, что индекс страха ВИКС вчера в начале американской сессии рос, то есть были какие-то страхи из-за того, что там Трамп опять стал обещать построить стену с Мексикой. Журналисты его переспросили, что за забор вы хотите построить. Но он сказал, что это будет не забор, а именно стена. То есть был юмор накануне в пресс-конференции. И плюс еще ряд других было сделано заявлений. И вроде как сначала индекс страха ВИКС подрос, затем уже под конец американской сессии он упал. И в итоге упал даже больше, чем рос, и день завершился снижением. И на текущем графике ВИКС это линия красного цвета, то есть ВИКС ушел на новый минимум текущего года. При этом пара у нас растет. Сейчас вчера она тоже падала в начале, потом стала расти, и сейчас растет. Поэтому здесь получается раскорреляция. То есть ВИКС уходит на новые минимумы. То есть страхов получается нет. Страхи были в моменте, но потом рынок стабилизировался. То есть это получается как реакция, которая была в ноябре, когда прошли выборы 8-го числа, и Трампа избрали президентом. И тогда тоже первая реакция такая была 8-го ноября. Мы падали там по акциям, был рост евро, там падение пары доллар-иена сильное, золото росло. Потом все вернулось, развернулось, и в итоге мы увидели, что евро сильно упало. Акции сильно выросли, а новые исторические максимумы и так далее. И здесь, на мой взгляд, ситуация будет повторяться. Примерно так же у нас сейчас все развивается. Опять Трамп выступил, опять сказал то, что и говорил тогда в ноябре. Вроде бы это немножко рынки напугало, но в итоге я думаю, что все опять развернется. То есть это вопрос времени развернется прямо сейчас в 10.36 по Москве, или, допустим, чуть попозже, там в 16.30, когда будут новости по Америке. И здесь получается вот такая картинка для пары евро-доллар. Если смотреть, допустим, уже технический анализ, то здесь по дневкам у нас флэт на ADX и RCI, по 4-х часовкам такая же примерно картинка флэт на ADX, но по RCI у нас уже значение 66, и мы превысили верхнюю границу по Боллинжеру, и по дневкам мы сейчас превысили верхнюю границу по Боллинжеру, и на часовках у нас 30, ADX вошел в трендовую область, значение 37, тренд положительный, и здесь у нас по RCI значение 72, то есть мы стоим уже в перекупленности. Верхняя граница по Боллинжеру на часовиках это 1.0656, и таким образом вот мы туда куда-то будем идти, и после этого, я думаю, будем разворачиваться. То есть мы сейчас достигли практически верхней границы по Боллинжеру на всех таймфреймах, также достигли перекупленности по часовкам, практически есть перекупленность по 4-х часовкам, то есть осталось еще сделать последний такой штрих, на мой взгляд, вверх, к этой самой верхней границе флэта, и после этого, я думаю, будем снижаться. Почему будем снижаться? Ну, потому что здесь можно выделить две причины. Завтра новости по Америке розничной продажи. Я думаю, новости будут хорошие, и доллар будет укрепляться. Ну и плюс вот эти все разговоры о том, что ФРС надо повышать ставки, они по-прежнему актуальны, и они будут также, эти слухи муссироваться. Сегодня два представителя ФРС выступает, завтра также будут выступления чиновников с ФРС. То есть все они потихонечку будут говорить об этих слухах, об этих вот намеках на повышение ставки, и рынок все это, я думаю, будет учитывать. То есть здесь получается ситуация такая, что ФРС в этом году, как и в прошлом году, как и в 2014-2015 году, ФРС единственный статарбанк, кто будет повышать ставку в этом году. Допустим, ни ЕЦБ, ни Банк Японии, ни Банк Англии, ни там Банк Канады, ни Банк Австралии, они этого делать не будут, они об этом говорили. То есть у них там ситуация не располагает к повышению ставки. Банк России говорил о том, что будет снижать ставки, и вроде как уже в марте может ставку понизить на мартовском заседании, потому что ставки очень высокие. И ФРС это здесь единственный статарбанк, кто заявил о том, что будет повышать. Может быть не три раза, может быть два, может быть один, может быть и вообще не повысит в итоге, такое тоже может быть. Но рынок это уже будет потом учитывать, сколько раз повысит. Вначале рынок учитывает ожидания, слухи, ожидания такие, что только ФРС будет ставки повышать, больше никто. И поскольку ЕЦБ увеличил программу стимулирования на этот год, то здесь получается, что как только евро будет сильно расти, допустим на 1.06, 1.07, 1.08, то будет много желающих, чтобы евро продать. И получается, вот мы стоим сейчас в этом флете, 1.0669 верхняя граница и 1.0339 нижняя граница, и мы сейчас идем к верхней, после этого будем идти потихонечку к нижней. Может быть не сразу к нижней упадем, может быть дойдем до середины, допустим середина это 1.04, там 80, и после этого опять развернемся еще раз вверх, допустим на 1.0669, такой сценарий тоже может быть. Но пока я думаю, что вот идем к верхней, после этого будем снижаться куда-то вот, к 1.06, 1.05, и там дальше будем смотреть. Поэтому сейчас я думаю будет рост небольшой еще от текущих уровней пунктов на 30-40 вверх, после этого я думаю будет снижение, и сегодня-завтра мы увидим отметку 1.06 или даже 1.0550. Вот такой взгляд на сегодня по паре евро-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте пожалуйста свои вопросы, и я с вами отвечу. Так, следую на Трампе, ничего особенного не сказал. Единственное, что я запомнил, это, к словам, президент России начнет нас уважать. Роман, даю у вас вопрос. Вы знаете, я думаю, тут сработал фактор такой, что под эту пресс-конференцию Трампа фиксировали свои позиции, крупные участники рынка, и поэтому так мы и развернулись. В целом, вы совершенно правы, ничего он такого глобального не сказал. То есть, он не сказал ничего нового. Он сказал все то же, что и говорил раньше, допустим, в ноябре, в декабре, и все эти же фразы он повторил и вчера, поэтому все, что он говорил раньше, это уже было учитано рынком. В ноябре, в декабре, то есть, все это рынок учитывал, поэтому ничего нового он не сказал. Причем он так говорил тоже, вот допустим, ведь его, допустим, его спросили про Россию, То есть, что вы думаете о Путине? Он сказал, что Путин меня уважает, это большой плюс, значит, мы можем наладить отношения с Россией. Но в то же время мы можем не наладить отношения с Россией, если не получится. Поэтому и так, и так, 50 на 50. То есть, Россия участвовала в кибератаках перед президентскими выборами. Но при этом это плохо. Но при этом он считает, что Путин тут как-то что-то вот такое сверхплохое сделал. То есть, как-то он отвечал, как вот отвечают, допустим, Марио Драги, когда его спрашивают о, допустим, проведении там политики на снижение или повышение ставок. Он говорит всегда о том, что мы ничего делать сейчас не будем, но в любой момент можем это сделать. То есть, вот так вот. То есть, как хотите, так и понимаете. То ли будут они делать, то ли не будут, то ли все хорошо, то ли все плохо. Поэтому он так вот и отвечал. Вроде бы, кто хочет отвечать, что... Кто хочет услышать, что вроде бы Путин плохой, он говорил, Путин плохой, он участвовал в кибератаках, там и прочее, там и так далее. Кто хотел услышать, что вроде бы надо с Путиным и с Россией налаживать, он также об этом сказал, что Путин меня ценит. То есть, как-то вот не похож он на человека, который прямо говорит, там, хотя о нем вроде бы там СМИ пишут, что вот он такой прямой, там и сказал, и сделал, как раньше была реклама такая про конфеты Ронда. Там наш тренер просто зверюга, скажет, как отрежет. Здесь такого нет. Он и так, и так говорил, поэтому тут... И к тому же необходимо понимать, что говорить-то можно что угодно. Здесь ведь один президент в Америке-то не вот что все решает, там еще есть Конгресс, надо с Конгрессом согласовать. А в Конгрессах кто-то его поддерживает, кто-то не поддерживает. И без Конгресса он многие решения не может сделать, поэтому тут не так все просто. Вот, допустим, там в России, там в Белоруссии, там еще где-то, там в Казахстане, там ситуация по-другому. Тут один сказал, и все побежали-сделали. У них там немножко по-другому, у них там один сказал, а другой сказал по-другому, и тут начинается возня такая. Поэтому тут он может что угодно говорить, но не факт, что все это будет реализовываться. Поэтому здесь еще надо посмотреть, как все это будет проходить. То есть говорить-то можно много чего, а вот сделать по делу-то здесь еще не факт, что все это проедет. Потому что, допустим, многие в Конгрессе считают, ну, допустим, если сравнивать как Трамп, там, о России, вроде бы как победа Трампа, это хорошо для России, там, санкции и так далее. Но Трамп должен согласовывать отмену санкций с Конгрессом, а в Конгрессе многие настроены, большинство настроены на то, чтобы санкции увеличивать, а не отменять. Поэтому как он сможет договориться с Конгрессом, тут еще большие вопросы. Поэтому тут, как бы, нужно смотреть и на настроение Конгресса, и на настроение Трампа. Они пока примерно противоположны. Один говорит об одном, другие о другом, поэтому тут еще рано пока говорить, что вот там сразу же все резко изменится. Поэтому вчера он говорил и хорошее, и плохое, и вашим, и нашим, и я думаю, что ничего здесь, в принципе, не было такого сверхнеобычного. А то, что вот вроде бы как пары резко развернулись, ну, смотрите, сначала пары резко продавили вниз, допустим, пару евро-доллар, то же самое. Я вот говорил о том, что уровень 1.04.62 ожидал в пятницу на розничных продажах, а мы уже вчера этого увидели. То есть быстро события развивались, потом также быстро отскочили вверх. Поэтому тут нельзя так говорить, что прямо вот мы на Трампе сильно развернулись. А если посмотреть на график, что было до этой пресс-конференции, мы сильно падали, и всех про это забыли. То есть пара вроде бы стояла на месте 1.05.50 долгое время, и потом раз, там за пару часов на 100 пунктов сходила. Но никто про это что-то не помнит, уже забыли быстро, и сфокусировались именно на Трампе. Поэтому тут, я думаю, что пока просто торговля в рамках этого широкого флета, 0.339 внизу, 0.669 вверху. И я думаю, что от верхней границы мы будем падать. Сначала к средней границе, 0.5 там, и чуть пониже, потом уже ниже, к нижней границе, и дальше будем выходить ниже. Поэтому сейчас, я думаю, вот именно такая у нас тенденция. Теперь поговорим о паре фунт-доллар. Здесь, я думаю, сейчас тоже будет рост, потому что мы сделали все цели, о которых говорили, все прогнозы, там, о том, что мы будем падать, и там дойдем до 20.90, 20.88, там есть. И также можем упасть в пятницу к 20.40, мы вчера упали 20.37, то есть мы упали раньше, чем в пятницу. И я вот говорил о том, что там в понедельник, во вторник, если есть желание, держите позиции до конца недели, 20.40 можем увидеть, мы увидели раньше. Поэтому все нужно было закрывать, все эти позиции, потому что уровни достигнуты критические. И то, что вот мы после вчерашнего минимума 1.20.37 пошли вверх, это нормально. То есть здесь неважно, кто бы там что сказал, Трамп или кто-то еще, просто мы очень сильно упали, фиксация прибыли вблизи психологического уровня 1.20. То есть и вот все это дело подвели по Трампу, что вроде бы Трамп там что-то сказал. Ну, хотя в принципе Трамп особо ничего, ни хорошего, ни плохого для американской экономики не сказал. То есть там ничего такого сверхъестественного не было. Он пообещал там, что будут созданы миллионы рабочих мест, то есть максимальный там темп создания рабочих мест за всю историю Америки. Что якобы ни один президент так сделать не смог в прошлом, только вот я, Трамп, смогу это сделать. Но это на словах, а на деле это посмотрим. Может быть, конечно, у него получится, я не говорю, что он там совсем ничего не умеет, глупый человек. Наверное, глупый человек бы не стал миллиардером, но просто пока что это вот такие популистские речи политиков. То есть все политики говорят о том, что они создадут миллионы, там миллиарды рабочих мест, будет бесплатное образование, медицина и так далее. На деле обычно, наверное, в 90% случаев в любой стране мира все происходит с точки зрения наоборот. Безработица, увольнение, за медицину платить надо, она еще и некачественная в большинстве случаев, и образование то же самое хромает, и везде поборы происходят, деньги занеси, принеси, подарочки подари. И это уже на практике. А в теории, на словах, вот обычно все так политики себя ведут. Поэтому я пока что вот так вот скептически к этому отношусь. Просто на практике обычно все по-другому происходит. Поэтому я не думаю, что в этот раз будет что-то новое. Но может быть, действительно, вот Трамп это будет исключение, там действительно все будет по-другому. Посмотрим. Но я пока не думаю. И то, что мы подросли, я думаю, это банальная коррекция. И здесь это можно было привязать к чему угодно. Можно было и к Трампу привязать, Трамп получился. Можно было и что-то другое придумать. Может быть, там Марк Карди чего-нибудь сказал бы, допустим, сегодня-завтра. И также могли бы корректироваться. То есть, я думаю, повод бы нашли. Потому что те, кто хотят закрывать позиции, они повод найдут. И потом нам газеты и журналы об этом расскажут. Но нам важно не это. Нам важно определять ключевые факторы. А ключевые факторы сейчас такие, что мы корректируемся. Фиксация картов, потому что падали очень сильно. Если вы посмотрите на дневной график, 5 января у нас котировка была 1,2430. Вчера минимум 1,2037. То есть, получается, мы сходили почти на 400 пунктов вниз. И у нас есть в дневном графике средняя граница по Боллинджеру 1,2299. И я думаю, мы туда идем. Вот в эту область. Может быть, даже немножко не дойдем. Допустим, 1,2070, 2080. Вот такой области я определил. То есть, от текущих уровней пунктов на 30-40 мы можем сходить вверх. И дальше, я думаю, также будем снижаться. То есть, мы будем снижаться по паре фунт-доллар. Но уже, наверное, завтра. Потому что завтра у нас розничные продажи в Америке. Я думаю, что на хороших новостях мы будем снижаться. А сегодня даже причины фундаментальны также на это показывают. Спреды вчера подросли. В Великобритании, США на текущем графике. Это линия синего цвета. И пара также подросла. Причем здесь можно увидеть, что в последнее время у нас спред растет с начала года. И при этом пара у нас падала в последние дни. То есть, раскорреляция. Поэтому сейчас раскорреляцию это будут отыгрывать. И здесь получается, либо мы подрастем к этой границе средней, по более журнодневной графике 22.99. Либо даже можем сходить чуть выше, допустим, 23.30. То есть, вот где-то здесь будет остановка, на мой взгляд. И также у нас еще рынок нефти, который вчера рос. И сегодня, я думаю, еще немножко может сходить вверх. У нас средняя по более журнодневной графике 55.79 по бренд. Я думаю, что мы сегодня также ее можем протестировать еще раз. И после этого, я думаю, завтра будет также падение. Вчера по нефти тоже была интересная реакция. Вчера мы говорили, что новости будут плохие. По Америке нефть упадет. И новости вышли плохие. По всем показателям абсолютно. Запасы бензина выросли. Запасы нефти выросли. Добыча выросла очень сильно вчера. И мы тоже с вами как раз и делали упор. Вот в понедельник, вторник. И вчера в среду говорили, что вертикальные платформы выросли на 4 единицы. И добыча выросла сильно. И вчера добыча сильно выросла. Там уже почти 9 миллионов баррелей составляет добыча. Около 9 миллионов баррелей. И на 170 с лишним тысяч добыча баррелей за неделю выросла. То есть это большое такое изменение. И как раз реакция была первая хорошая. То есть рынок упал на процент. То есть там чуть более 50 центов бренд и WFCI упали. Но это быстро было. Потом стали расти. То есть расти и сейчас подросли. Но на мой взгляд, нефть еще будет снижаться. Потому что я думаю, доллар будет укрепляться. И для нефти это плохо. Плюс то, что добыча в Штатах выросла. Я думаю, что она и продолжит расти. И уже на следующей неделе мы увидим отметку 9, ровно миллионов баррелей. И потом выше. Поэтому здесь получается, что вот этот фактор, он еще будет играть роль. То, что ОПЕК и Россия и прочие сокращают. А Америка увеличит. Причем очень сильно увеличивает. То есть добыча сейчас находится на максимальном уровне в Америке за последние 9 месяцев. Добыча растет. Причем очень стабильно, уверенно растет. И здесь я думаю, что мы вот падали. Если вы посмотрите на эту неделю. То есть у нас получается было 9 числа сильное падение. 10 в понедельник, вторник. Мы открыли неделю 57.18. Сходили на 53.83. И вчера мы отросли. Я думаю, что это коррекция, а не разворот. Потому что новости вчера больно плохие были. И первая реакция, я думаю, была очень такая слабая. Потому что мы упали на полдоллара. Я думаю, что можем упасть еще больше. То есть здесь, если бы, допустим, у нас по доллару не было бы такого хорошего фона. Тогда можно было бы и говорить, что, наверное, мы не будем падать по нефти. А поскольку по доллару все в целом хорошо. И по нефти плохие новости. То здесь, получается, мы еще можем сходить вниз. И, допустим, можем где-то, я думаю, до конца этого месяца увидеть отметку 52.73 по бренд. Это такая сильная поддержка. Поэтому сейчас, получается, по нефти тоже небольшой плюс. Еще можем немножко подрасти. Подкорректироваться к средней. По Боллинджеру в дневном графике. Для пары фунт-доллар это тоже хорошо. Затем, я думаю, начнем снижаться. И, соответственно, для пары фунт-доллар это уже плохо. Поэтому сейчас, получается, я думаю, будет рост либо 22.80, либо чуть выше, там, 23.20 или 23.30. То есть, может быть, немножко не дойти до этой средней. Она у нас, напомню, что находится на отметке 1.22.99. Либо немножко не дойдем пунктов, там, 10.20. Либо перейдем пунктов на те же самые 10.20. И после этого, я думаю, будем разворачиваться уже вниз. И, может быть, сегодня уже развернемся в Америку. Либо завтра развернемся. И на розничных продажах завтрашних будем снижаться. По технике у нас примерно такая же картинка получается. То есть, мы, если смотреть на дневки, то у нас тренд вниз сохраняется. 30 EDX, 45 RCI. На четырех часовках у нас флэт. И на часовках значение 67.8 по RCI. То есть, еще перекупленности нет, но уже рядом. Поэтому здесь получается, что мы еще немножко можем подрасти. Сделать сильную перекупленность по RCI на часовках. Зайти за верхнюю по Bollinger на часовках. И после этого уже разворачиваться. Вот такой взгляд на сегодня по паре фунт-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И я на них отвечу. Так. Обязательства трейдеров, так называемые, филосферные объемы, пока не созрел оплачивать. Александр, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, я пробовал, но чтобы такой прям вот хороший закономерности я получить не смог. Когда-то это работает, когда-то нет. И в целом я пришел к выводу, что это ну не такой прям совсем универсальный индикатор, который прям очень хороший и стоит на него общать внимания. То есть, здесь можно также обычным анализом пользоваться. Там примерно такая же вероятность, когда-то хорошо, когда-то плохо. Я пришел к выводу, что больше такая вот вероятность получается более высокая, хорошая, когда, допустим, составлять сделки, то есть, проводить сделки по технике и фундаменту, чтобы было одинаковое направление. Допустим, мы смотрим либо вниз, либо вверх по технике и фундаменту, и тогда сигналы получаются хорошие, с высокой долей вероятности. Конечно, они не стопроцентные, потому что ничего стопроцентного у нас нет, но вероятность очень высокая. А если просто смотреть на вот эти обязательства трейдеров без каких-либо фундаментальных показателей, без тех же самых, допустим, важных технических показателей, то здесь тоже ничего не получится. Если, допустим, применять это в комплексе, и фундамент, и технику, и вот эти обязательства трейдеров, может быть, да, тогда тоже будет хорошо. Я не использовал, поэтому не могу сказать, хорошо это или плохо. Но я вот остановился именно на таком формате фундамент плюс техника. То есть, раньше я использовал просто вот именно эти обязательства, без всего, без техники и фундамента, и когда-то было хорошо, когда-то плохо, в целом я увидел, что ничего особо хорошего не получалось. То есть, допустим, если именно смотреть на отрезы года, допустим, в январе вы начали, в декабре вы заканчиваете, и результат там есть какой хороший. Поэтому я от него отказал. Посмотрите, может быть, у вас получится, может, это у меня просто не получилось, я не знаю. Но лично вот у меня не получилось. Поговорим теперь о паре доллар-японская иена. Здесь у нас вчера также был рост в начале. Мы сходили на 116.86, и мы говорили об этих вот уровнях, 116.50, 116.80 для роста. Извинения. И после этого мы упали, и здесь сейчас вопросов в этой валютной паре больше, чем ответов. Поэтому я бы сейчас не рекомендовал здесь что-либо делать, пока просто подождать сегодняшний день, потому что мы можем как еще сходить вниз, снизиться немножко так, и можем сходить сразу же вверх. Почему можем сходить вниз? Потому что фондовые рынки сейчас немножко падают, и американские фьючерсы, и японский рынок упал, и нижняя по Боллинджеру на дневном графике по Nikkei это 18.948, сейчас 19.108, то есть еще можем сходить пунктов так на 150 вниз вполне. Тогда для пары это плохо, пара тоже будет падать. С другой стороны, можем уже идти вверх, потому что текущие уровни, они очень хорошие для покупок, допустим, если рассматривать такого вот трейдера-инвестора с большим кошельком, они такие трейдеры-инвесторы, они торгуют не внутри дня, они торгуют среднесрок, допустим, там пару недель, пару месяцев, то есть они не скальпируют внутри дня, там много сделок не совершают. А то для них такие уровни, они уже очень хорошие, потому что, допустим, еще вчера были котировки 116.8, и сегодня уже на 250 пунктов ниже, поэтому для них это интересно, плюс мы вышли за пределы конверта по Bollinger, у нас цена находится намного ниже, чем эта самая нижняя граница по Bollinger. У нас нижняя граница 115.48, и цена находится на 115 пунктов ниже этой самой нижней границы, и Bollinger, он хорош тем, что он показывает, что когда цена выходит за пределы конверта, она через некоторое время туда возвращается, в этот конверт. Поэтому получается, что через некоторое время мы обратно должны вернуться куда-то вот 115 или чуть выше, в самое такое ближайшее время. Я думаю, что мы туда вернемся, только вопрос весь во времени, мы вернемся прямо сегодня, допустим, туда, или вернемся уже завтра, где-то в Америку, когда будут новости по розничным продажам. Поэтому тут, если вы, допустим, трейдер, такой вот среднесрочник, который может позицию поддержать там несколько дней или недельку даже, но это, конечно, не среднесрочная торговля, так грубо назовем среднесрочная, потому что среднесрочная это такая торговля где-то на, допустим, там месяц, два, три или полгода, но будем называть, что это такой дальний краткосрок, долгий краткосрок. И здесь тогда можно входить в эту валютную пару. На текущих отметках. Если уйдем еще пониже, можно еще прикупить. Если же смотреть именно сегодня внутри дня, то я струдняюсь ответить, потому что можем и упасть еще пониже, допустим, ниже 114 выйти, а можем уже и нет, можем возвращаться в этот конверт опять. И опять расти. Поэтому тут вопросов пока больше, чем ответов. у нас еще здесь может быть и дивергенция установлена, то есть у нас есть минимум, хотя даже нет, сегодня уже дивергенция получается у нас в Азию была, в 5 часов у нас было минимум 114.37, и затем 8 часов по терминальному времени 114.17. То есть дивергенция у нас уже есть по RCI, по часовкам. Но при этом EDX тоже трендовый на часовках выше 40, а значение 43. Поэтому здесь трудно понять, то ли будем дальше падать вниз, отыгрывать EDX трендовый, то ли дивергенцию. Мы можем уже отыгрывать, и пара пойдет выше. Поэтому сегодня я бы этот день пропустил, и уже завтра, я думаю, что можно присматриваться к покупкам. Если сегодняшний день закроется хорошо, закроется ростом, то завтра, тем более, можно покупать, будет хороший сигнал. Поэтому тут покупать сейчас можно, только если, допустим, держать позицию в расчете, там, допустим, на пару дней. Потому что вдруг, допустим, если вы хотите сегодня прям купить, и сегодня же закрыться, такого может и не получиться. Может быть, придется позицию до завтра, до завершения недели, или даже, допустим, до понедельника подержать. Если у вас такая возможность есть, желание, тогда можно и сейчас уже покупать понемножку, и ждать тогда, допустим, 2-1-2-3 дня, и ждать, что будет рост. Рост, я думаю, будет, потому что завтра у нас важный день для американского рынка. Завтра банки отчитываются, американские крупнейшие. Я думаю, отчеты будут хорошие, и американский рынок пойдет вверх. Плюс на следующей неделе тоже будет много отчетов важных по американским компаниям. Я тоже думаю, они будут хорошие, потому что на этой неделе отчитываются маленькие компании, они отчитались в большинстве своем хорошо. Большие компании, я думаю, тоже такой же тренд будут держать. И американский рынок пойдет вверх, японский за ним пойдет вверх. И, соответственно, здесь уже пара также пойдет вверх. То есть, получается, грубо говоря, пресс-конференцию Трампа использовали как повод для того, чтобы опустить, допустим, пару евро, доллар повыше поднять, доллар его опустить пониже. Но так же было у нас и в ноябре. Затем, что у нас было в ноябре, мы помним, все быстро, резко развернулось и пошло в обратную сторону. Я думаю, сейчас будет именно такая же ситуация. И когда она уже начнется, может быть, сегодня, прямо сейчас, а может быть, чуть попозже, может быть, завтра она начнется. То есть, разворот именно такой. То есть, здесь вопрос просто во времени, а со временем понять трудно, потому что мы этого не знаем, этого не знает никто, мы только лишь можем ждать. Вот такой взгляд на сегодня, на пару доллар японская иена. Что касается, Евгений, ваш вопрос по золоту, то сегодня мы проведем специальный вебинар по золоту. В 18 часов приходите на этот вебинар, заходите на наш сайт, фрешфорекс, там в разделе обучения, видеоуроки ссылка есть. В 18 часов вебинар начнется. Что касается прямо вот сейчас, то по золоту, я думаю, что будем снижаться. Достигли мы 1200, уровень психологически сильный. И я думаю, что будем снижаться. И вчера вот мы пытались снижаться, первая такая волна снижения была, но вчера тоже говорили о снижении, 1177 мы только дошли и опять стали расти. Но я думаю, что снижение у нас будет еще, и мы увидим 1156 в ближайшие дни, потому что, я думаю, американский рынок будет расти, акции, а американский рынок, когда растет, то это для золота плохо. Плюс доллар, я думаю, будет расти. Поэтому сейчас, если есть возможность, можно открывать также позиции на продажу. 1200, уровень психологически хороший. И здесь я бы выделил цель 1156, но, скорее всего, уже не сегодня. Вряд ли мы сегодня туда сходим. И, может быть, даже и не завтра. Это уже цель, наверное, вот такая на ближайшую неделю, допустим, до 19 января, до следующего четверга. То есть, может быть, завтра увидим, может быть, в понедельник, вторник. Тут понять трудно. Вот, допустим, вчера говорил, что евро-доллар мы можем увидеть 1.0462 в пятницу, а увидели прямо вот вчера в среду. И увидели очень быстро. А вот, допустим, по золоту может ситуация растянуться. То есть, по времени тут всегда трудно. Бывает, что очень быстро проходит, бывает, что задерживается. Вот, допустим, по евро-доллар, фунт-доллар вчера мы быстро увидели падение. Я говорил о том, что в пятницу такие уровни увидим, а мы их увидели уже вчера. По золоту здесь другая ситуация. Здесь ситуация затягивается немного. Но я думаю, что золото будет падать, и мы падение увидим, на мой взгляд. Что касается канадского доллара, то здесь по канадцу вчера мы также увидели сначала рост локальный. Мы вчера говорили, что две цели. 32.76 первая, и вторая это вот 33.71 средняя по Боллинжеру. Первую цель мы сделали, мы повыше сходили, до второй не дошли. Но я также говорил, что вторая это вот более такая дальняя по времени. То есть, здесь надо временем просто подождать. Теперь, что я думаю, та же самая будет картинка развиваться. То есть, будем расти, и сначала мы будем расти вот к вчерашнему максимуму 32.93, а потом 33.71. Сейчас мы находимся по Боллинжеру на нижней границе по канадцу, и здесь, я думаю, что разворот очень близко, и будем демонстрировать рост. То есть, здесь в чем идея? Идея в том, что доллар будет расти, на мой взгляд, по в целом ожиданиям ставки ФРС, плюс по завтрашним новостям, ну и плюс, я уже сказал, что нефть вчера упала, конечно, но упала очень слабо, и я думаю, что была именно коррекция, потому что мы очень сильно падали по нефти два дня. То есть, мы упали, там, получается, на 3,5 доллара, вчера подросли мы на доллар 80, то есть, это 3,5 доллара 80, грубо говоря, половина. То есть, половина коррекционного роста мы сделали, сейчас, я думаю, что в самое ближайшее время нефть также будет снижаться, еще один поход вниз будет, и, соответственно, для канадца это тоже плохо, потому что канадец от нефти сильно зависит. Поэтому, вот в самое ближайшее время, я думаю, канадец будет разворачиваться, и пара доллара американцев, доллара канадский будет расти. Вот такой взгляд. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар, благодарю всех за внимание, желаю всем успехов. Сегодня, еще раз напомню, вебинар 18 часов по золоту, составим прогнозы как на краткосрок, день-два, так и на средний срок, на месяц, на два, на долгосрочный, до конца года. Составим ряд прогнозов, и также завтра вебинар в пятницу в 10.30 по обзору рынка. Еще раз.